Ты подарила мне жизнь, ты подарила мне целый мир, ты учила меня первым шагам, ты радовалась моим первым успехам, ты вдохновляла меня на первые мечты. Ты всегда была со мной и поддерживала меня. С самого моего рождения я был окружен твоей заботой и любовью. Сейчас я расту, а ты помогаешь мне приспособиться к жизни. Ты настоящая героиня. У тебя получается дать любовь, заботу, внимание и помощь каждому. Ты потрясающе выглядишь. Молода не только телом, но и душой. Самая классная мама. Такие душевные строки наши телезрители посвятили своим мамам. Согласно условий конкурса мы должны были выбрать пять самых трогательных рассказов, но не смогли. Все потому, что в каждом из повествований чувствовалась теплота и нежность. Поэтому счастливчиков определила удача. Мы крутили барабаны, вытаскивали их имена вместе с руководителем цветочной мастерской «Арт-букет» Ольгой Фатаховой. Это ей принадлежала идея организовать этот конкурс. Мне просто захотелось сделать приятно нашим горожанам, чтобы они поздравили своих мам. Это потому, что самый светлый, нежный праздник в году. Хотела бы сказать всем спасибо, кто принял участие в этом конкурсе. Вы большие молодцы. Ваша история самая трогательная. Я все прочитала. Очень круто, здорово, классно. Четверо из пяти победителей в назначенный час пришли за своими призами – прекрасными букетами в цветочную мастерскую. Я не знала, что это будет конкурс. Я просто хотела сделать маме приятной и поздравить ее с Днем Матери, потому что я ее очень сильно люблю. И потом мне написали, что я выиграла в таком конкурсе. Я обрадовалась очень и мои родные тоже, что так все получилось. Я решил поучаствовать, потому что мама показала мне поздравления, как она поздравляла свою маму. Я решил, а почему бы и не попробовать? Вдруг у меня будет шанс выиграть. Я хочу поздравить свою маму. Благодаря тебе я вырос таким, какой я есть. Спасибо тебе большое. Просто хотелось написать очень добрые слова маме. Я редко ей говорю лично, хотя бы думаю о конкурсе. Не ожидала, что выиграю. Мамочка любимая, я тебя очень сильно люблю. Береги себя, здоровьи тебе самое главное в это нелегкое время. Тема очень значимая для меня и для многих. Это тема мамочки, ее поздравления. Просто не могла не откликнуться, поэтому решила поучаствовать в конкурсе. И очень неожиданно взяла и победила. Будет мамочке моей подарочек. Пятой победительницей стала Татьяна Шипицына. Вместе со своей сестрой Ольгой. Она живет в Перми. Поэтому за подарком пожаловал сам адресат. Мама Татьяны – Любовь Александровна. Увидели вконтакте, что у нас в Березняках проходит конкурс «День матери». И решили написать трогательный рассказ о маме со стихами, с фотографиями. Отправили. И вот счастье выиграли. И я их очень за это благодарю. Я очень счастлива. Праздник – День матери. Но порадовать любимого человека можно и без повода. Заходите в цветочную мастерскую «Арт-букет» на Карла Маркса 60. Там вам помогут выразить свои чувства без слов. Екатерина Зибзеева, Андрей Фадеев, Степан Некрасов, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. Продолжение следует.